всем привет это канал road emotional и мы снова вместе с герой беловым привет мы должны были как начать как в программе время добрый вечер здравствуйте а вот тем более что у нас сегодня та же тема что и в программе время обсуждения америки так сказать есть такой вот твоих лучших буржуазных проявлениях вообще надо сказать что я уже на этом канале разок появлялся очень давно мы с ксюхой тестили по моему внедорожник инфинити это был и естественно планировали вместе поснимать мотоциклы но к сожалению судьба распродилась по-своему вы все и так понимаете вот теперь будем с костяном воплощать задуманное некогда еще при ксюхе значит ребят история следующие мы с герой решили попробовать совершенно новый для русского ютуба формат мы попробуем сравнивать разные мотоциклы они могут отличаться кардинально могут быть очень похожи как вот эти два но поверьте мы найдем что сказать на самом деле смешно потому что это новый для русского ютуба формат мы берем два абсолютно одинаковых мотоцикла и 40 минут пытаемся найти между ними 4 отличия в общем все нормально на самом деле давай напомню твой как называется значит это indian спринфилд 2016 года у меня чип винтаж 20 года ну что ж попробую оправдаться после столь нелепого начала и так в чем фишка этого формата а вот в чем мы здесь не ограничимся ттх конкретной модели и истории конкретной марки а через сравнение и внимание к деталям попытаемся найти глубинные смыслы тех или иных явлений мотомира и понять почему все происходит именно так а не иначе в чем собственно прикол про индиан поговорить стоит по целому ряду причин у нас там круглая дата 120 лет замечательно в этом году 120 лет компании indian 110 лет эпохальному событию когда весь пьедестал гонки на острове мэн был занят пилотами компании indian ну и вообще это большая очень серьезно и на мой взгляд загадочная история да если хотите истории indian это история всего мирового мотопрома тут тебе технологические прорывы и рекорды скорости триумфальные коммерческие победы и сокрушительные поражения десятки лет без временди возрождение из пепла в общем все что в принципе может случиться с мотоциклетной компанией с indian хотя бы раз случалось впрочем давайте разберемся кто кого спас и главное зачем тихом омуте американского круизера строения именно теперь появился второй сильный игрок для начала вообще серьезный вопрос все-таки это американская легенда мире живая американской история или это попытка ухватить кусочек чужого наследства мы точно знаем чего да это вообще первое о чем заходит речь когда мы смотрим на мотоцикл indian и на самом деле конечно же неспроста потому что в общем когда марка у нас в очередной раз перевозродилась чем они столкнулись тем что по настоящему круизера вот так вот положу руку на сердце умеют делать harley davidson поэтому сейчас посмотрим как делают они сделаем круче у них что там есть 107 и 114 моторы ну условно да а у нас будет 111 и 116 и вот как бы все вот вот у них они находят где у harley они очень и делают очень и поэтому когда мы смотрим на модельный ряд indian мы узнаем модифицированный модельный ряд harley здесь насколько я понимаю речь вообще о маркетологии так сказать сегмента да то есть эти мотоциклы что харлиевский heritage да что vintage кстати рифма до vintage heritage да понятно что они пытались и здесь немножко так по патруль я бы сказал что вообще ты индия на два года старше harley davidson и первые полвека они вместе создавали и мировую американскую мотоциклетные культуры и у indian ничуть не меньше прав на слово херри ты на слово vintage чем на херидж в harley davidson ну так то есть ну и надо сказать о том что близнецы братья этих мотоциклов у основного конкурента достаточно очевидно это у нас как бы road kings по версии компании polaris а это соответственно ну понятно heritage мы уже это слово несколько раз даже называли а indian собственно и не скрывают своих намерений вот ролик тринадцатого года опубликованный на официальном youtube канале indian motocycles что нам сходу заявляют авторы да нас мало и у нас своя дорога их конечно гораздо больше но мы настолько крутые что нас пропустят обратите внимание ролик полон эстетикой подзабытого уже байк муви заявленная и возрастная разница целевых аудитории того и другого продукта есть указание и на официальное принятие харлеем конкурентов что это самоуверенность выскочки или монополисты правда осознал необходимость альтернативы себе вот если человек который вообще не париться по поводу от всех этих исторических нюансов каких-то вещей нравится круизер и типа круто он смотрит на эндинг то у него мотор как у harley это будет первая реакция да если задуматься это но просто оскорбительная для марки indian заявление потому что индиан сделали вэтвин вообще-то раньше где-то там на несколько лет они сделали для гоночного мотоцикла но была гражданская версия гоночного мотоцикла и типа как бы они первые точнее так они раньше это сделали чем harley-дэвидс но был такой парень как гленн кертис который сделал мотоцикл с вэтвином еще раньше но там правда разрыв там на год раньше но это не так важно кертис был первый не был потому что если заморочиться как следует найдется несколько европейских марок которые тоже делали мотоциклы с вэтвинами раньше чем кертис индия на harley-дэвидсон ну что ж вот вам ящик пандоры перед вами первый в мире вэтвин образца 1889 года разработчик и автор патента внимание год лип даймлер вот первый вэтвин установленный на мотоцикл думаете harley нет это французская компания ли юниверсель мотоцикле простите мой французский вы такой слышали я тоже нет и тем не менее в девятьсот первом году она выпустила модель и виньерон с вэтвином с развалом цилиндров 90 градусов дальше сразу несколько европейских производителей подхватили идею и только в 1903 американец фамилии кертис выпустил свой литровый геркулент вот так а вы говорили harley и вот здесь мы из далекого прошлого возвращаемся обратно пусть те марки давно забыты есть такая штука как правда сильного потому что кто известен тот ну и прав некотором смысле и поэтому чувак будет тоже прав когда скажет что у индиан мотор как у harley-дэвидсон ну в данном случае ты прав потому что вот этот вэтвин создавался очевидно с прицелом на harley ты уже это сказал что действительно надо сделать чуть больше надо сделать всего всего получше но всего получше чем harley ни о ком кертисе разговора не было если я короче не смотрю меня короче осеняет он похож на движок сндсовский который ставили еще на моргановский трицикл на фирменный сандсовский мотор еще одна пасхалочка да ну собственно вот тот самый знаменитый морган 3 wheeler с мотоциклетным мотором выпускавшийся с 2012 по 2021 год в общем как и все нестандартное он почел пози по экономическим причинам согласитесь некоторое сходство с индейским вэтвином очевидно имеется собственно есть еще один момент а вот эта игра в легенду она здесь везде вот эти оба мотоцикла выглядит как будто они вот прямо выехали из сороковых там не знаю из 50-х годов ведь это же возрожденная легенда вот это легенда это тот самый indian chief это одна из двух моделей которые собственно говоря и выпускали оригинальные иди первый chief увидел свет аж в 1922 году в следующем году идет будет праздновать столетие легендарной модели вот этот мотоцикл чем не нравится такие модели у харлея у индина у кого угодно потому что с точки зрения маркетинга это попытка продать человеку прошлое которого у него никогда не было вот это на самом деле очень смешно всей тоска по прериям вся эта милая индийская бахрома ну господи казалось бы кого мы обманываем но за душу соберет вот если бы мне между прочим дали убирать я бы вот на этом все равно бы сидел потому что меня за душу берет я сам обманываться рад как сказал классик у меня модель vintage называется то есть но про старину да но на самом деле костин мотоцикл он тоже про старину но там в названии такой маленький ребус такой правильно то есть спрингфилд на самом деле это вроде бы казалось бы это не легендарный чип не легендарный скаут тем не менее компания polaris решила название вот этого мотоцикла отдать дань уважения городу в котором началось производство мотоциклов индиан город спрингфилд штат массачусетс при внешней схожести спрингфилд и vintage достаточно сильно отличаются друг от друга некоторые отличия измеряются в миллиметрах но например в длину vintage превосходит спрингфилд аж на 10 сантиметров при этом спрингфилд тяжелее брата на 6 килограмм скорее всего из-за пластиковых постов и так что мы здесь имеем собственно говоря несмотря на то что два мотоцикла они разные более того этот младше этого на 4 года тем не менее здесь использован в обоих случаях один и тот же мотор 111 кубических дюймов 161 ньютон-метр ян кунт американском сайте прочитал что на дина стен загоняли с колеса сняли 74 лошади 143 ньютон-метра помимо двигателя оба мотоцикла сконструированы на подвеске софт-тейл оба изначально очень хорошо укомплектованы тут себе и bs и ключевой доступ и круиз-контроль еще куча приятных моментов многие из которых на хорлее например устанавливаются опционально так дальше шасси рама у нас алюминиевая рама алюминиевая но это дуплексная обычная как бы круизерная рама без изворотов привет моему страта лайнеру и вообще если начинаете разбирать и искать бесчисленные реверансы в сторону прошлого и всякие пасхалки от компании поларис то вот достаточно сказать что этот цвет это не просто красный цвет это тот самый красный цвет который красит мотоциклы не аж 1904 года мотоцикл этого цвета просто изначально стоит на 500 долларов дороже чем мотоцикл других цветов крылья юбки некое дизайнерское решение превратилось в элемент стиле 1940 год с тех пор вот это и есть почерк индия лицо индейца это не просто какое-то там украшение ли брелок это с 1947 года устанавливают эту фигуру называется war bonnet я пытался перевести какой-то военный капот не понимаешь вот такое вот если знаете кстати скажите так ну и в общем смотрите получается вроде бы они похожи но в чем-то они разные вот мне кажется что познать вот эту вот разность можно только на дороге ну что я предлагаю катнуть отлично катнем слушайте а как я что-то не могу его блин завести я что-то что доктор что я делаю не так так ключ у меняшь в кармане а клиента не видит да а а может Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, что забавно Здесь есть выбор режимов движения Причем владелец мотоцикла об этом не знал Нет тут никаких режимов Разбор Тут, конечно, здравствуй вулкан полтора Что-то я не понимаю Может быть режим надо покрутить Это действительно современный технологичный байк И при этом байк комфортный Посадка для моего роста 1,85 метра Вполне комфортная Абсолютно прямая Соги в коленях согнуты под прямым углом Что после моей Ямахи Наводит меня на мысли о Корлеях или Кавасаки Понимаете, всю дорогу Я думаю о том, что современный индиан Это попытка укусить за бочок Королей Ну что ж, по-моему пора меняться Это мотоцикл хуже Радует эргономику водительского места Потому что здесь-то как король Ведут они примерно одинаково Да, интересно Ощущение, что этот мотоцикл управляется легче Идет себя более резво Так, ну что, впечатлений масса Георгий, давай, ты первый Я в начале нашего разговора сказал Что будь у меня возможность выбирать То есть если бы я хорошо учился в школе И мог найти нормальную работу Я бы выбрал винтаж совершенно однозначно Сейчас мы покатались И в общем могу сказать, что я утвердился во мнении То есть я думал, что это два одинаковых мотоцикла Между которыми отличия отсутствуют Казалось, что я был все-таки неправ Но вот те маленькие отличия Все их пособрать Они прямо вот в сторону вот этого мотика На мой взгляд однозначно В общем, я как прирожденный японовод Могу тебе сказать У меня странное ощущение Такое ощущение, что Полярису удалось На одной базе сделать Кавасаки Ямаху Вот это вулкан 2000-й А это страталайнер Вот у меня такое ощущение Вот это интересно Почему так? Расскажи-ка Слушай, ну Во-первых, этот Очень характерно поднимается с подножки С некоторым усилием Этот поднимается гораздо легче Значит, у этого Вот такой немножко Вальяжно-кошачий разгон Несмотря на то, что он вполне себе Ведь дает динамику То есть он не вялый Динамику он дает Вот А этот вот он именно подрывает Он что-то там как-то так хулиганит Он в режиме спорта вообще на мой похож Вот У меня вот какое-то такое странное ощущение Что они Понятно, что они гонялись за Харлеем Но параллельно они, видимо, ориентировались на Лучшие японские образцы, я бы так сказал Слушай, ну, видимо, да Возможно Все-таки у нас не особо корректная еще история получается Потому что Вот у тебя мотик Который 16-го года И на котором, как я понимаю, ездили У меня мало того, что в 19-ом состоянии нового мотоцикла Слушай, вот Гер Все-таки, как ты думаешь Уместен ли вот этот вот термин винтаж В сегодняшний день Когда, в принципе, компания Polaris Могла сделать все, что угодно Ну, тур эндуро Там Современные мотоциклы Которые больше будут соответствовать современным тенденциям Вот зачем гнаться за прошлогодним снегом? А он не прошлогодний Это снег с куда более долгим сроком выдержки Ностальгия всегда хорошо продается Это товар, у которого срок годности не выходит Он востребован всегда Ну, а в придачу все-таки Во-первых, если быть циничным Есть такой словарь маркетинговых слов Которыми круто называть мотоциклы Классик, Хэритэдж, Винтаж, что там еще Ну, назвали так, потому что так все делают Но если говорить по-человечески То вот за что мыли мотоциклы? Сохочется большой, такой мощный железный машина С кайфом куда-то уедешь Мотоциклы менялись Но этот мод, он передает то ощущение Которые хотели получить люди Которые жили 20 лет назад 40, 60 Тогда байки были другими Но, в принципе, они себя там чувствовали Так же, как мы сегодня ощущаем себя Верхом вот на этом мотоцикле Уйдут такие мотоциклы, закончится мотокультура Какой мы знаем ее сегодня Ну, это будет не мгновенно Но это будет через прямую склейку, понимаешь? И все Слушай, ну, у меня вот Странное ощущение Вот Виктория ведь не зашла у тех же Polaris, да? То есть американцам, очевидно, нужна история, да? Им нужна легенда Очень трудно забороть Харлей на его поле Просто, мне кажется Потому что в любом случае Создавая Виктория Они все равно ориентировались на HD Но там не было Как бы сказки не лежало Понимаешь, начинаете Спокойной ночи малышей А мультик не показывают Такие были выпуски В детстве дикий облом Когда Хрюша со Степашкой Терли все 15 минут О том, как правильно переходить дорогу А потом финальные титры А мультика не было А вот это, блин, такая же фигня Она вроде круизер Но в нем должна быть сказка Вот У Индиан Она должна покруче, чем у Харлея Понимаешь? Поэтому как бы герой Который уходит в царство мертвых Марк исчезает Потом возрождается Это прямо, понимаешь, Кэмпбелл Классика американской культурологии Все правильно Сказка, товарищи Просто сказка Про счастье Выкованное в многочисленных испытаниях Индиан Это не простая Многослойная И очень интересная история Ну, начать с того Что если мы возьмемся Перечислять владельцев Этой марки То пальцев на руках не хватит Их было больше 10 Только одно это обстоятельство Уже претендует на сюжет Полноценного фильма В общем, сказка Красивая И будем надеяться С хорошим финалом Слушай, ну у меня вообще После сегодняшнего дня У меня очень четкое Удивительное Какое-то очень приятное ощущение Ведь Индиан Это как вот бесконечно Перерождающаяся птица Феникс Это действительно Тот самый Индиан Несмотря на то, что там Уже 300 раз сменились владельцы Там все эти перипетии истории Ну, а кстати, ты прав Американцы же любят его Вот просто его любят Конкретно Да, больше того Вот я тот же вулкан Который у нас Дрифтер бы вспомнил Его сделали через 40 лет После того, как Региональный Индиан закрылся Люди помнили и любили Вот И помнят и любят до сих пор И второе, что Все предыдущие перерождения Это был какой-то кривенький Косенький, хроменький Индиан А эта марка должна быть Такой могучей Статной С возможностями И вот как раз Под крылом Полярис Они смогли стать тем Индианом Который он должен быть Который настоящий У которого свои технологии Свои идеи Свой дизайн Своя легенда В общем, что, дорогие друзья Перед нами действительно Удивительная И неповторимая история Америки История большой любви Как, насколько я понял Потрясающая абсолютно Я такого, честно говоря, вообще не знаю Любовь, смерть Обман Возрождение Все есть в этой чудесной истории Вопрос к вам, товарищи Если вам вообще эта тема зашла Вы в комменты накидайте Какие мотоциклы Еще могли сквозьтесь сравнить Но только как-то сообразуясь С реальностью Не надо там спортивные кроссы предлагать Ладно, ну что-нибудь нормальное И да Специальный выпуск про Чеф Винтач Выйдет на канале у Георгия А специальный выпуск о Спрингфилд Выйдет на этом канале Так что следите Не пропускайте На этом, ребят, все Ставьте лайки Пишите развернутые Связанные Добродушные Комментарии Подписывайтесь на канал Помните о том Что вот эта задолбавшая Ютьюбная мантра Она взялась не на пустом месте Ваша активность Она действительно важна И для этого видоса И для этого канала И для всего хорошего Ютьюба В целом так устроит мир Не переключайтесь Да, дальше будет только интереснее Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова